Это был день Пятидесятый, праздник, так и назывался праздник Пятидесятницы. Иногда Святую Троицу и Пятидесятницу называют днем рождения церкви. Они поменялись и приобрели способность говорить на других наречиях и других языках. Вы архиерей Русской Православной Церкви, которая живет в 21 веке. Чадо, дашь мне сердце. Праздник Святой Троицы, Пятидесятница, один из величайших праздников Церкви. Скажите, почему все-таки у него два таких названия, и Троица, и Пятидесятница, это с чем связано? С историей Церкви, с историей Церкви. Точно так же, как и Пасха, Новозаветное связано неразрывно с Пасхой и Ветхозаветом. Господь пришел в Иерусалим перед праздником Пасхи, перед Пасхой пострадал, воскрес. И название Ветхозаветной Пасхи осталось Пасхой, но суть поменялась на воскресенье. А праздник Святой Троицы, это такое более, может быть, уже христианское название, потому что явление Святого Духа в Пятидесятый день после воскресения Христа измертвого. Когда апостолы собрались в Иерусалиме, как это и подобало правоверным иудеям, и в Иерусалим приходили многие из окрестностей. Это был день Пятидесятый, праздник, так и назывался праздник Пятидесятницы, или праздник Седмиц, или праздник жертвы первого урожая, потому что страна-то была сельскохозяйственная, и вот сомали урожай, первая жертва была, как бы, жертва благодарения. Ну и многие очень богословы, и в том числе и не только христианские, но и иудейские, связывают этот праздник с тем, что с воспоминанием того, как еврейский народ вышел из Египта, и вот он в Пятидесятый день подошел к Синайской горе, и в Пятидесятый день Моисею на Синае был дан закон, ворование закона. Вот, конечно, точных данных мы не имеем, и Священное Писание Ветхого Завета нам не дает указания на то, что именно в этот Пятидесятый день. Но в традиции, вот как-то в Иудейской, эти два праздника, Седмицы и праздника дарования закона соединились, и поэтому в Иерусалим всегда наполнялся. Паломники приходили в Иерусалим, это праздник Пасхи, праздник Седмицы и праздник Пущей. И вот в этот день, естественно, Иудеи украшали свои жилища и зеленью, и цветами, и первыми плодами. Это было напоминание того, что Господь преизобильно даровал роду человеческому. Благодать свою у Синайской горы, и Синайская гора процвела в этот день. И вот, кстати, оттуда традиция такая пошла, вероятнее всего, украшение наших храмов и жилищ. Я даже не задумывался, потому что вы думаете, это преемство еще? Думаю, что да. Хотя в других, например, христианских церквах православных, поместных, вот нет такого обычая, как в России украшать березками или зеленью храм. Но, вероятно, все это связано с зеленью, обновлением. Праздник Троицы – это конец весны, начало лета. И вот окрепшая зелень – это символ жизни. И вот этот зеленый цвет, он присутствует в церкви в облачениях, и в украшении храмов, и вот эта трава, которая иногда постилается на полы в храме, и березы, или та зелень, которая присутствует, напоминает нам о том, что вот Дух Святый, Дух Святый, смешедший на апостолов, явил нам новое образование, которое мы назвали церковью. Иногда Святую Троицу и Пятидесятницу называют днем рождения церкви. Вот это почему? Почему? Потому что церковь соединена благодатью, силой Святого Духа, явление которого мы впервые в виде голубя видели на Иордане, а его действие проявилось в Сионской горнице. Апостолы собирались в этой Сионской горнице, после Вознесения Господня, молились, безусловно, в их присутствии была и Богоматерь, которая всегда присутствовала. И на иконах ее тоже изображают. То есть было 12 апостолов и матерью тоже. В книге «Деяния» Лука описывает, как сделался некий шум, движение воздуха, и над каждым из апостолов появились как бы огненные языки. Тоже на иконах хорошо изображаются. Да, изображаются. Некоторые говорят, что это было подобие таких вспышек, которые в Иерусалимском храме. В Великую Субботу, да? И не только в Великую Субботу. Мы же с вами были там, неоднократно видели эти всполохи. Вот. И это было внешне, видимо, но внутренне они исполнились некой силы. Они поменялись. Они поменялись. И приобрели способность говорить на других наречиях и других языках. И вот это исполнение силы открыло двери Сионской горницы. Они же боялись иудеев после войны. Ну да, они были совершенно другими людьми. И вот эти двери открылись, и исполненные силы Святого Духа, апостолы выходят на улицу и начинают провозвещать воскресшего Господа. Тысячи людей. В ошеломлении. Они говорят, они пьяны. Нет, они говорят на разы. Ну-ка, это же мы рыбаки. Это вот те простые люди, которые были. Два слова связать не могли. Два слова связать не могли. И вдруг они говорят, бедовестуют на иностранных языках. Что произошло? Народ был поражен этому явлению. А это была сила Святого Духа, которая и до ныне пребывает в Церкви. И Церковь делает Церковь. Многие говорят, что они за Христом. Многие. Но не у всех есть эта сила Святого Духа. Поэтому это день рождения Церкви. Поэтому это день рождения Благодаря Церкви. Поэтому мы и называем Духа Святого. Духом жизни. Духом истины. Я правильно понимаю, что именно с этим явлением и связано так называемое рукоположение всех последующих поколений христиан. То есть вы архиерей Русской Православной Церкви, которая живет в 21 веке. Но если от вас провести каким-то умозрительным образом вот эту цепочку... Она дойдет до Сионской горнице. ...того, кто вас рукоположил, того, кто вас рукоположил, она в Сионской горнице упрится. Оттуда? Оттуда. Какая руководина. Оно это чувствуется, вы знаете. Правда? Чувствуется. Когда сонный епископ возлагает руку на твою голову, ты по-другому начинаешь жизнь воспринимать. Мне не совсем понятно, почему в день Пятидесятницы все-таки Бог же ничего не делает просто так. Все имело свой смысл. Почему апостолы заговорили на иностранных языках? Это было для чего? Необходимость благовествования по всей Вселенной. Напоминание о том, что не только к иудейскому народу пришел, к еврейскому народу пришел Мессия. Как в Тропаре. И теме уловляй Вселенную. И теме уловляй Вселенную. Те апостолы пошли далее благовествовать Евангелие Иисуса Христа всей Вселенной. Богослужение Пятидесятницы очень особое. Оно длинное. В чем его особенности? Что там появляется от такого необычного? Если говорить об уставе, о богослужении, то к литургии присоединяется еще девятый час и Великая Вечерня, на которой читаются особые молитвы. Они называются молитвы Пентикастии или молитвы Пятидесятницы. Что в них просится? Первая молитва – это благодарение Богу. Первое благодарение? Вторая молитва – это молитва о церкви и молитва о усопших. То есть церковь в единой молитве, в едином таком духовном порыве соединяет два мира. Мир реальной земной и мир не менее реальный, мир духовный и небесный. Почему посчитается? Время празднования Пасхи дней прошло. Впервые церковь преклоняет колено перед величием Божьим, вспоминая о своем грехе. Вот это интересно. Ведь мы от Пасхи до Пятидесятницы по уставу не имели права стоять на коленях. Почему? Потому что величие праздника не предполагало. Ведь поклон – это что? Это покаяние, это признание своего недостоинства. А тут веселье, радость. И как бы само торжество не предполагало этого. Хотя в моей жизни встречался один человек так очень ревностный, искренний, горящий сердцем батюшка. Он мне всегда говорил, «Друг мой, Господь воскрес измерт. Ну как я могу не поклониться Ему? – Ну да. – И он прав. – Ну да. Но это все отсюда. – Конечно. На день рождения принято дарить подарки. Как вы думаете, что было бы самым правильным подарком церкви со стороны прихожан? Я думаю, что самый большой подарок церкви – это тело Христово. Это Христос. Господь говорит, «Чадо, дашь мне сердце твое». Вот если человек способен Богу сердце свое отдать для того, чтобы Бог в нем пребывал постоянно и неотступно, это самый большой подарок для церкви – человеческое сердце. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok